Теперь поговорим про диаметр. Есть стандартные рули. Это 32 мм. Поперечки часто спрашивают, какой выбрать им руль. И их можно понять, потому что рулей есть огромное количество. Разные формы, из разных материалов, из разных размеров. Ну и какой же им выбрать? Так что, если вы досмотрите это видео до конца и не перематывая, то вы точно в конце этого видео разберетесь, какой вам руль выбрать. Так что, погнали. Приятного просмотра. Но еще давайте определимся, какой материал вам взять. Вообще забудьте про алюминиевые рули. Это, извините, конечно, но это полная шляпа. Во-первых, они очень хитро устроены, то есть снаружи они как бы толстые, и поэтому нужен зажим HIG. А внутрь они тонкие. Нужна вилка HIG. И там очень заморочено. Они, во-вторых, еще очень быстро ломаются. И даже, если, вот, например, есть очень красивый руль, рейпер, но он алюминиевый, поэтому лучше его даже не брать. Так что, в общем, забудьте просто про алюминиевые рули. Вот. Теперь смотрите, карбоновые рули. Да, они очень легкие. Но, во-первых, они очень редкие. Например, вот у меня был ноунейм, и их, по-моему, уже больше не выпускают. Да, к сожалению. Остался только DS, но я его не пробовала, и не знаю вообще про него. И смотрите, да, он очень легкий, но его можно поставить только под SKS. Про пиво в нем ну вы никак не сделаете. Вот. И как бы это не так сильно сэкономит вес. И смотрите, если бы была бы супер какая-нибудь легкая дека, это да, это реально бы, ну, хорошо подходило бы. Но проблема в том, что это то, что вы держите, и понимаете, это будет очень неконтрольно. То есть, я когда катался на ноунейме, да, я сделал три бара, но все равно, то есть вы не сможете как-нибудь контрольно там кинуть бар после какого-нибудь трюка, когда летите вниз. Поэтому, ну, и они к тому же еще дорогие, и я снапнул только один руль, и это был как бы карбоновый руль. И я еще не очень много вешу, поэтому, я думаю, провайдер бы очень легко бы его снапнул. Или человек с более большим весом. Так что лучше не покупайте карбоновый руль. У нас осталось два материала. Титан и сталь. Ну, смотрите, титан, он достаточно дорогой, но легкий. А стальные руль, они тяжелые, но недорогие. И какое же выбрать? Ну, смотрите, у титана есть еще одна такая особенность, то есть, когда он приземляется, вот, то есть, представьте, вы кинули самокат, и у вас просто руль вот так вот приземлился, да, то если у вас титановый руль, то он просто отпружинит. И, ну, вряд ли вы сломаете ручку. А стальной руль, он не отпружинит. И он просто приземлится, если на ручку, то есть большой шанс, то что ручка погнется. Поэтому, если вы катаетесь в парке, там, где вы достаточно часто швыряете самокат, то лучше брать титановый руль. К тому же, он достаточно легкий. Но если вы катаетесь в стриту, то есть, ну, там, стриту не очень важен вес, то лучше берите сталь, потому что, ну, вряд ли вы будете в стриту кидать самокаты на ручку, не знаю. Еще есть одно примечание. Если вы достаточно высокий, у вас руль, где-то примерно 70 сантиметров в длину, то, то у титана есть такая еще особенность, то что он флексит немножко. И будет не очень удобно кататься, если вы будете достаточно длинный человек. И лучше брать какого-нибудь карбонового или стальной руль. Он не будет флексить. Они не будут флексить. Теперь поговорим про диаметры. Есть стандартные рули. Это 32 миллиметра. Примерно. И есть оверсайз рули. Примерно 35 миллиметров. И какой же взять себе диаметр? Ну, смотрите. В основном все титановые рули, они оверсайз. То есть 35 миллиметров. Но был один такой руль, который я знаю, который был стандартного диаметра. Это Макс Питерс. Но он сейчас уже не выпускается, ну, точнее, выпускается, но не в стандартном диаметре. Так что все эти стальные рули в основном оверсайз диаметра. Теперь про стальные рули. Все они в основном стандартного диаметра. Ну, есть некоторые оверсайз. Например, Лаки Сила. Но он такой тяжеленный, то что лучше вам даже не знать. Ну, видите, по названию Лаки Сила. Вам нужно Сила, чтобы на нем кататься. Поэтому, ну, такой себе руль. Так вот, получается, стальные рули в основном берут под АХИК и СКС. А титановые рули берут под ХИК и тоже СКС. Ну, и теперь про форму руля. Смотрите, есть две стандартные формы. Это Тэшки и Ушки. Есть еще там такая форма, то есть, как будто бы Ушка, и здесь вот такая вот перекладина. Это там у разных рулей есть, но, например, у А, у этой Сентри. И еще у Тэшек есть такая форма, как Чайка. То есть, маленькая вот такая вот тут углубление. Но почти ничем не отличается от Тэшки. Та же самая Тэшка. Вот. Смотрите, какую же форму для себя взять? Тэшку или Ушку? Смотрите, Ушка достаточно дорогая. И очень достаточно прочная. Потому что, ну, как бы, вы когда приземляетесь, то у вас эти не так сильно могут сбаланиться. Вот. И еще у Ушек часто есть Бэксвип и Апсвип. Но это не так сильно влияет, просто есть такая вот функция. Вот. Потом у Тэшек. Они вообще почти недорогие. Можно взять хорошую легкую Тэшку за небольшую цену. К примеру, Кронос. Он там, я не помню, сколько стоит. Помню, стоит 50. Может, чуть побольше. Я не помню. Вот. А Ушки намного дороже стоят. Вот так вот. Но если вы живете в России, то можете купить себе самую дешевую Тэшку, Спутник. Он достаточно надежный, ну, и не очень дорогой. И я на нем катался, и скажу, это реально была одна из моих любимых Тэшек. Ну, и вообще, почти все титановые рули делаются в Китае. Потому что у Китая очень много титана есть. Они там добывают его очень много. Вот. И у них там есть разные, то есть вообще титан очень сложно там сваривать и так далее. А у них есть разные оборудования, чтобы сваривать это все. Ну, и типа, зачем как бы ввести оттуда сюда, если можно просто в готовом виде как бы сделать. Так что вот. сейчас стали выпускать стальные рули, которые весят почти столько же, сколько и титановые. Примерно, титановые весят в районе 800 грамм, а стальные некоторые весят в районе 1 килограмма. И как же они так сделали? Все из-за баттинга. Баттинг — это когда вот здесь вот у них обычные стеночки, а вот здесь вот они тонкие. И поэтому получается, что руль весит мало. И как раз таки у меня вот здесь вот был баттинг на ручках. И я подпилил, и теперь плохо держится баренда. А если вы подпилилите, к примеру, в длину руль, у которого баттинг вот здесь вот, то тогда у вас будет плохо держаться руль. Так что лучше не подпиливать всякие рули, или вообще вам советую их не покупать. Подведем итоги. Если вы катаетесь в стриту, покупайте стальные рули. Если вы катаетесь в парке, покупайте стальные рули. По поводу формы руля. Если у вас маленький бюджет, покупайте тэшки. Если у вас есть много денег, покупайте ушку. А, и кстати, самые прочные ушки, у которых вот здесь есть маленькая перемычка. Ой, не перемычка, но такая палочка. Вот это все. Сейчас прежде всего просмотра. Желаю вам найти подходящий для вас руль. Всем удачи, пресса, и пока-пока.